Девушки отдыхают Артиллерийский полигон в Оренбургской области. До начала первых в СССР учений по отработке боевых действий в условиях применения ядерного оружия остаются считанные минуты. Сразу после сброса атомной бомбы и 20-минутной арт подготовки в эпицентр ядерного взрыва, туда, где находились опорные пункты обороны условного противника, была брошена штурмовая авиация и механизированные части сухопутных войск. В начале 50-х и в СССР и в США всерьез готовились к Третьей мировой войне. А раз появилось ядерное оружие, нужно было знать, как действовать в условиях его применения. Если появилось оружие, то вы без меня понимаете, что ни наука, ни эксперимент по экспериментальной любой базе, ни критерий эффективности этого оружия, а натурный или натуральный взрыв с натуральными целями. В Тотских учениях было задействовано свыше 40 тысяч человек. Многие из них ушли из жизни до срока и страдали от тяжелых, неизлечимых болезней, вызванных облучением. Долгие годы подробности этих учений составляли государственную тайну. Это один из легендарных истребителей тех лет МиГ-15БИС. Именно они атаковали условного противника всего через несколько минут после атомного взрыва. Самолеты пересекали так называемую ножку ядерного гриба. Теперь этот самолет можно увидеть только здесь, в Подмосковном музее военно-воздушных сил в Монино. Только спустя много лет стало известно, что в учениях принимали участие летчики Липецкого центра боевого применения ВВС. Они были первыми, кто в полной мере ощутил на себе близкое дыхание атомной смерти. Позже, также впервые, они будут испытывать малые ядерные боезаряды, прорывать зоны ракетных ПВО и учить воевать самые современные боевые самолеты. Обо всем этом мы расскажем в нашем фильме. Школа боевых самолетов. Липецк. Город, в котором старина, тесно переплелась с сегодняшним днем. С давних времен он был известен своими железоделательными заводами и знаменитыми минеральными источниками. Здесь плавили металл, отливали пушки, ядра, якоря для русского флота. И уже почти сто лет имя города неразрывно связано с историей боевой авиации России. Итак, Липецкая авиационная база. Она имеет большую и славную историю. С заводов на нее прилетали самые большие по тем временам в мире самолеты Илья Муромец. Базировались там и летали. Позже этот центр или эта база работали на развитие нашей авиации. Сразу после гражданской войны на базе Липецкого аэродрома была организована одна из первых в Советской России школ красных военных летчиков. Однако вскоре там появились новые ученики. Потерпев поражение в Первой мировой войне, Германия не могла производить, хранить и испытывать современное вооружение. Поэтому в начале 20-х годов немецкое правительство заключило с Советским Союзом секретное соглашение о размещении на его территории своих учебных военных центров. Авиационные школы в Липецке, танковые в Казани и центры химических войск в Шиханах под Саратовом. Когда начнется война, фашистская авиация практически не будет бомбить Липецк, несмотря на жесточайшее разрушение соседних городов. Почти 10 лет немецкие учебные центры в СССР ковали кадры для вермахта. Случались и трагедии. Совершенно секретно. 10 июля 1933 года. Москва. Наркому по военным и морским делам Клименту Ворошилову. Доклады. 2 июля сего года во время учебных полетов на Липецком аэродроме столкнулись в воздухе два немецких самолета-истребителя Фокер Д-13. Один из летчиков благополучно приземлился с парашютом, второй пилот покинул самолет лишь когда до земли оставалось 50 метров и разбился насмерть. Оба самолета приведены в негодность. Тело погибшего отправлено в Германию. Начальник 4-го управления штаба РКГА Ян Берсин. В конце 1933 года все три немецких военных центра в СССР были закрыты. В Липецке была организована высшая летно-тактическая школа по подготовке командных кадров для советских ПВС. Ее стали называть Малой воздушной академией. А еще через 8 лет, на рассвете 22 июня 41-го года, обученные в СССР немецкие летчики и танкисты пересекли советско-германскую границу. За годы Великой Отечественной войны на базе Липецкого летного центра было сформировано 33 авиационных полка. Обучены и перебогготовлены тысячи боевых пилотов. Эта работа продолжилась и в послевоенное время. В 1947 году, три года откомандовал полком, я был зачислен слушателем первых курсов на базе Липецкого аэродрома. Я потом командовал дивизией, командовал корпусом и дошел до заместителя командующего воздушной армии по ПВО. В 1955 году меня зачистили слушателем Академии Генерального штаба. В начале 50-х реактивная авиация окончательно вытеснила поршневую. На самолетах появились первые ракеты и радиолокаторы. Новую реактивную технику нужно было учить и летать, и воевать. Поэтому в СССР создаются два авиационных центра. Летно-испытательный в Ахтубинске и центр боевого применения в Тамболе. Позже местом его постоянной дислокации стала Липецкая летная школа. Если Владимировка, Ахтубинск, Гняки давал ответ на вопрос, можно на этом самолете и как на нем летать? С точки зрения аэродинамики, устойчивости, управляемости и т.д. и т.п. То Липецк давал ответ на вопрос, а как применять то оружие, которое запроектировал, поставить на этот самолет генеральный конструктор и Министерство авиационной промышленности. В конце 50-х была упразднена штурмовая авиация. На смену ей пришли истребители-бомбардировщики, которые по праву считаются предвестниками современных многофункциональных самолетов. Я понял, что это тот род войск, о котором мы ничего не знаем, род авиации. И, следовательно, там предстоит огромная работа и по наземным целям, и по воздушным. Это различные средства поражения, пушки, ракеты управляемые, неуправляемые, бомбы всякого назначения. В центре начались интенсивные работы по боевому применению истребителя-бомбардировщика Су-7Б. К этому времени на вооружении фронтовой авиации появилось совершенно новое средство поражения – тактические ядерные бомбы малого калибра. Считалось, что в условиях вероятной войны они станут наиболее эффективным видом оружия. Но как их применять, тогда никто не знал. Ну, в чем проблема заключалась? Вот носителями во фронтовой авиации были не только бомбардировщики, а истребители. Истребители и бомбардировщики тоже были носителями. Наш следователь, нам нужно было отрабатывать способы применения ядерных бомб. Это были годы, когда мир стоял на пороге катастрофы. Свыше ста агрессивных войн предприняли за послевоенные годы страны Североатлантического блока. Хотя ни одна из них ни разу не подвергалась нападению извне. И цель всюду одна – подавить волю народов к свободе и национальной независимости, обеспечить себе прибыли. Как писал Владимир Ильич Ленин, на каждом долларе ком грязи от доходных военных поставок. На каждом долларе следы крови. Работы по малым ядерным зарядам в Липецком центре боевого применения велись так, как будто завтра война. Испытания бомб-имитаторов должны были проходить на одном из сверхсекретных полигонов в Крыму. Но сложность заключалась в том, что летчики-исследователи не знали мощности боезарядов, которые им предстояло сбрасывать. Я говорю, мне нужен тротиллый эквивалент этой бомбы. А мне генерал, зам по науке, что вы, что вы, я не могу вам дать этот тротиллый эквивалент, это секретный... Я говорю, как же я напишу инструкцию? Мне же нужно знать, выбрать способ, который меня бы не поразил и цель, а цель поразилась с большей точки. Ну, короче говоря, дал мне интендровал, дал мне своего исполнителя-помощника, он мне сказал, что это 8 килотонн. И вот я написал там эту инструкцию по применению ядерной бомбы. Но на смену с существовавшим в то время видом вооружения уже приходила ракетная техника. И, конечно, это не могло не отразиться на фронтовой авиации. Во второй половине 50-х годов с улицы площадей страны стали исчезать многочисленные памятники бывшему вождю. А в обиходе появились новые слова. Культ личности, целина, космос. Перемены, происходившие в стране, вызвали особый интерес к экспозиции СССР на всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году. Достижение нашего народа за 40 лет существования социалистического государства – основная тема экспозиции советского павильона. Большой интерес посетители проявляют к новинкам советской техники – образцы новых автомашин. В центре внимания посетителей Всемирной выставки с первых же часов после ее открытия стали советские искусственные спутники Земли. Здесь представлены модели первого и второго спутников, аппаратура, которая была на них установлена. А это тоже спутник, но в виде сувениров. Всемирная выставка в Брюсселе поможет расширить и укрепить международные дружеские связи. Конечно, в годы Холодной войны такое бурное развитие ракетно-космических программ и в СССР, и в США, объяснялось в первую очередь военным противостоянием двух стран. Тебя не терпится поскорее получить результат, и мне не терпится, но так не бывает. Помимо тебя, Андреевич, это же не первый пуск. Мне же тут не терпится. Очень вкусные яичницы. Ешьте, остынете. Они без нас разберутся. Простите, это вопрос принципиальный. Если бы мы занимались чистой наукой, но речь идет об обороне страны, и в первую очередь нам нужен надежный носитель. А потом уж там спутники, космос, сообщение ТАСС и все, что вам там будет угодно. Результаты напряженного противостояния СССР и США тех лет впечатляют и сегодня. В октябре 1959 года над территорией КНР и в 1962 году над Кубой советскими зенитными ракетами С-75 были сбиты самолеты-разведчики Тайваня и США. Американский летчик погиб. Во время войны во Вьетнаме С-75 ежемесячно сбивали больше десятка американских самолетов. Все это привело руководство СССР к мнению, что именно ракеты сделают рубежи ПВО непреодолимыми. Но летчики пытались доказать ошибочность данной теории. Вот этот фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-7 и стал родоначальником всех современных многофункциональных самолетов. Именно на нем летчики Липецкого центра боевого применения решили доказать, что они пройдут казавшийся непреодолимым рубеж ПВО. Для эксперимента был выбран один из зенитно-ракетных дивизионов ПВО, расположенный недалеко от города. Вот я взлетел в Липске, набрал высоту 3000 метров, связался с ними и сказал, я иду на вас, смотрите. Нырнул вниз на высоту 50 метров, скорость 1000 установил и пошел на этой высоте, мог бы даже ниже. Вышел я на них, сделал переворот на горке, значит, пролет доложил, и дальше атака выполнил. После атаки опять на малую высоту и домой. И вот мой представитель пришел и говорит, вот как ушел ты вниз, и они больше тебя не видели вообще. Позже этот эксперимент летчики Липецкого центра повторят уже в составе группировки самолетов и в ночных условиях. Но тогда чрезмерное увлечение ракетной техникой чуть не погубило истребительную авиацию. Истребители перешли практически на один единственный способ ведения боевых действий – перехват. На них даже перестали устанавливать пушечное вооружение. Эта арабо-израильская война показала, что это не так, что даже при наличии ракеты, радиолокатора, все равно происходит потом маневренный бой. Ездили, может, пускают ракеты, а потом все равно самолеты сближаются, как правило, происходит воздушный бой. И снова стали обращать внимание на маневренность. Но ведь оказалось, что потребовалась и пушка, потому что, когда пускаешь ракету, она вдруг почему-то не попадает в цель. И бой продолжается, ты остаешься без оружия, тогда срочно потребовалась пушка. Появились ракеты ближнего боя. Шестидневная арабо-израильская война 1967 года выявила и еще одну проблему. После того, как не успев взлететь с открытых стоянок, были уничтожены почти 400 самолетов египетских ВВС, остро встал вопрос, а как вообще защищать авиацию на аэродромах от ударов с воздуха и при этом быть в состоянии постоянной боевой готовности? Было решено воспользоваться опытом НАТО и строить небольшие открытые с торцов одноместные железобетонные ангары. Одновременно важно было понять, как уничтожить самолеты противника, находящиеся в таком укрытии. Ну и мы начали смотреть, бомбардировщики тоже не попали. Истребители пустили, попробовали управляемую ракетой. Она попала, но не пробила, как не застряла. Вдруг мне вот такая мысль пришла, попросили бомбу забросить туда, открыто же, забросить туда бомбу. Эту идею подсказала так называемая топ-мачтовая бомбометания, применявшаяся в морской авиации для поражения кораблей противника. Отличие заключалось лишь в том, что сброшенная с малой высоты бомба рикошетила от земли и влетала под укрытие. В общем, я шесть сбросов сделал, но первый только у меня зацепил, верхнюю часть, ну и сразу корректив внес, и остальные пять все я вбросил туда, вовнутрь. В 70-е годы в Липецком центре проходили обучение боевые вертолеты, беспилотные разведывательные летательные аппараты, самолеты вертикального взлета и посадки, а также легендарный сверхвысотный истребитель-перехватчик МиГ-25 и его модификации. Наряду с истребителем-перехватчиком был создан совершенно новый тип самолета – скоростной высотный разведчик МиГ-25Р. За один вылет самолет способен сфотографировать огромную площадь, равную площади такой страны, как Англия. Но и это было не все. Уникальный самолет мог нести еще и бомбовое вооружение, в том числе ядерное. А ядерный бомб, он мог вот на сверхзвуковой скорости по наземной цели тоже сбросить с достаточной точностью. Ну и вот мы его стали исследовать. Весной 1971 года по просьбе египетского правительства группа разведчиков-бомбардировщиков МиГ-25 была отправлена на Ближний Восток. Ну и вот один наш летчик потом вернулся и рассказывал мне. Он взлетел с юга на север через весь Израиль. У него скорость была где-то там 2600-2700 и высота 22 километра. И вот через весь Израиль пошел. И вот он видел, как фантомы поднимались, а потом говорят, вижу, они хвостами вперед летят. То есть они удохнать и могут. Я могу сказать, что наш центр всегда сопровождал методически, в том числе и любые боевые действия, проводимые военно-воздушными силами СССР России. Как и в период боевых действий в Афганистане, так и в более современных локальных конфликтах. Разрабатывали рекомендации, которые тут же применялись уже нашей авиации при ведении боевых действий. Наступали 80-е годы. Годы крушения надежд в отношениях между Востоком и Западом. Введение советских войск в Афганистан нанесло серьезный урон авторитету СССР и обострило ситуацию в мире. Совершенно секретно. 20 февраля 1980 года. Москва. Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. Конгресс США большинством голосов одобрил план размещения на территории ряда стран Западной Европы баллистических ракет средней дальности «Першинг-2» и крылатых ракет наземного базирования. В случае осуществления это резко нарушит стратегический баланс сил в пользу США. Председатель КГБ СССР Юрий Андропов. Перспектива появления американских ядерных наступательных вооружений в Европе вызвала серьезную озабоченность не только в Советском Союзе. По европейским столицам прокатилась волна антиамериканских выступлений, так как ответные удары со стороны СССР пришлись бы не по Соединенным Штатам, а по территории стран-членов НАТО. Однако это не возымело действия. В декабре 1983 года было объявлено о размещении первых установок «Першинг-2» в ФРГ и крылатых ракет в Великобритании. Советский Союз отреагировал незамедлительно, развернув свои пусковые комплексы «Скорость» и «Пионер» в странах Варшавского договора и на Чукотке. Нарушенный баланс стратегических сил был восстановлен. Именно тогда начальник Липецкого центра боевого применения генерал Альберт Бобровский предложил свой план нанесения в случае необходимости ответных ядерных авиаударов по территории стран НАТО. Идея заключалась в прорыве ПВО противника на предельно малых высотах в полной темноте ночью. При этом был учтен печальный опыт американских бомбардировок во Вьетнаме, где самолеты Ф-111 при прохождении зенитных рубежей на предельно малых высотах днем буквально расстреливались вьетконгасами из примитивных дробовиков. В наступивших сумерках группа фронтовых бомбардировщиков поднялась с Воронежского аэродрома. Необходимо было преодолевать и наземные средства ПВО, и, естественно, авиацию. То есть всех аэродромов, которые были в полосе ведения боевых действий, поднимались истребители на перехват этой группы. Наша задача была построить так истребители, а у нас истребители прикрытия были Су-27, МиГ-23, МиГ-31. То есть все, которые могли, в общем-то, в тех условиях обеспечить безопасный проход этой ударной группы. Интересно, что желающих повторить этот эксперимент, похожий на гонки по ночному шоссе с выключенными фарами, не нашлось до сих пор, несмотря на многократно возросшие навигационные возможности современных боевых самолетов. Я самую высокую оценку, вот как прямой начальник, ставлю Бобровскому. Вот он не велик мужичок, а с ноготок. Он центр поднял, поднял. И в руках держал, и задачи решал, и сам летал. Если перейти на школьные дела, то я ему пятерку без тени сомнения поставлю. Крупным шрифтом. Это были годы расцвета авиации. В центр приходили уникальные боевые машины с переменной стреловидностью крыла, с прицельными комплексами нового поколения и современным высокоточным управляемым вооружением. Широкий диапазон аэродинамических качеств самолета с изменяемой геометрией крыла позволил создать на его базе истребитель-бомбардировщик, способный поднимать и доставлять к цели оружие общим весом до 4 тонн. Обладая многофункциональным прицельно-навигационным оборудованием, он точно выходит в район цели и с первого захода уничтожает ее. Используя новейшие физические принципы наведения оружия, лазерный, телевизионный, этот самолет способен с высокой точностью поражать малоразмерные высокопрочные цели. В эти же годы под руководством заместителя начальника центра генерал-майора Вячеслава Басова активно велись работы по улучшению точностных характеристик обычного вооружения. Авиапомб, неуправляемых ракет и пушечного вооружения по наземным целям. Эти работы не потеряли актуальности и в наши дни. Проведя совместно с одним из подмосковных КБ модернизацию фронтового бомбардировщика Су-24М, в Липецком центре добились, казалось бы, невозможным. Сегодня аналогов в мире нет, чтобы самолет мог со свободного маневра наносить с такой точностью бомбометанием обычных бомб, которые попадают с точностью ракет. Появление в 80-е годы серийных американских истребителей четвертого поколения поставило перед Липецким центром новую задачу. Была поставлена задача нам разработать свои тактические приемы для борьбы с самолетами, которые находятся на вооружении стран НАТО, в частности, Ф-15, Ф-16. Сделать это оказалось непросто. Наши истребители явно уступали американским. Липецким летчикам пришлось поломать голову в поисках решения. Поэтому, раз нельзя воевать вот так вот, как говорится, в лоб, мы стали хитрить, то есть стали разрабатывать тактические группы. Группа завязки боя или демонстративная группа, ударная группа, группа прикрытия, группа наращивания там усилий, потом, значит, засады всевозможные делали. Ситуация изменилась с появлением у СССР истребителей четвертого поколения, МиГ-29 и Су-27. Теперь бои в воздухе можно было вести на равных. Хотя для этого пришлось уже в который раз осваивать совершенно новые тактические приемы. Современный воздушный бой абсолютно не похож на то, каким мы его себе представляем по многочисленным художественным фильмам и продвинутым компьютерным играм. В отличие от них он может начаться на расстоянии 100 и более километров. Наблюдая за полетом вот такого сверхзвукового истребителя, вы можете даже не догадываться, что он уже давно вступил в схватку со своим пока еще невидимым противником. Уже в наши дни липецкие летчики побывали в ЮАР, Соединенных Штатах Америки, во Франции, Норвегии. И нигде наши асы не проиграли ни одного учебного воздушного боя. В середине 80-х новым генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым был провозглашен курс на перестройку, обновление и гласность. Но только в наши дни стало известно о произошедшей тогда на Липецком аэродроме трагедии. 3 октября 1986 года в ходе демонстрационного полета МиГ-29 майора Шалыганова неожиданно потерял управление на нисходящей части петли и рухнул на бетонную полосу недалеко от контрольно-диспетчерского пункта. Исковерканный горящий самолет потащило вдоль КДП, прямо на стоявших там людей. В результате катастрофы погибли пилот и еще 8 человек. 54 были ранены. Специалисты Центра смогли установить причину аварии, связанную с конструктивными особенностями нового истребителя. То, что сегодня МиГ-29 легко выполняет сложнейшие фигуры высшего пилотажа, большая заслуга специалистов Центра. 35 летчиков Липецкого авиацентра погибли при выполнении полетных заданий. Шестеро из них пожертвовали своими жизнями, предотвратив падение самолетов на жилые дома. В том числе первый герой России, начальник авиацентра, генерал-майор Суламбек Асканов. Знаменитая песня «Огромное небо», которую исполняет певица Эдита Пьеха, это и о них всех тоже. «Мелькают кварталы и прыгать нельзя, да тянем до леса, решили друзья. Подальше от города смерть унесем, пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, но город спасем». Но пилоты выбывают из строя не только в результате аварии, но и по вполне естественным земным причинам. Это особенно проявилось в кризисные 90-е годы. «Когда вопрос стал о дальнейшей подготовке кадров, то есть, естественно, летчики и физический, и летный ресурс быстро-быстро вырабатывается, я имею в виду здоровье, и вопрос становится о том, что а где брать пополнение, где замену брать?» И тогда в центре приняли неординарное решение – отобрать 10 лучших выпускников одного из летных училищ страны и за рекордно короткий срок сделать из них первоклассных летчиков-инструкторов. «Мы добились успеха. Вот эти первые выпускники 2001 года, они через 5 лет уже среди них есть командиры эскадрильи. Так что они уже инструкторы, они летчики первого класса». Сегодня золотой фонд Липецкого центра составляют и его ветераны, и молодые летчики, среди которых есть уже и свои герои. Рискуя жизнью, капитан Сергей Аксенов не допустил катастрофы самолета-штурмовика Су-25, за что был награжден Орденом Мужества. «Ну, это был отказ управления при заходе на посадку. Ручка в продольном канале не двигалась. Ну, пришлось в короткий промежуток времени принимать решение либо прыгать, либо сажать самолет. Ну, решил сажать». Молодые капитаны в полной мере оправдали возлагавшиеся на них надежды. Сегодня они вместе с опытными инструкторами центра не только учат воевать суперсовременные боевые машины, но и обучают этому слушателей центра. «У нас исследовательско-инструкторский смешанный отзывальный полк, то есть у нас все летчики-инструктора по штату. Поэтому задача такая – обучать летный состав есть». Снова как и когда-то, Липецкий центр называют «Малой воздушной академией». Перед вами командный пункт или учебный класс цифрового учебного тренажёра «Репитер». Тренажёр позволяет отрабатывать новые боевые приёмы, методы введения боевых действий в составе пары, звена, эскадрильи, в том числе включительно до авиационной части. В настоящий момент на тренажёре идут занятия с группой руководителей полётов на аэродроме. Важной особенностью этих тренажёров является то, что на них можно готовить и гражданских специалистов. Это аналог авиационных диспетчеров в гражданской авиации. В этих специалистах заинтересованы и другие ведомства. Федеральная служба безопасности, Министерство по защищаемым ситуациям, Министерство внутренних дел и другие. Одной из важнейших авиационных служб является и так называемая служба объективного контроля. Мы занимаемся в первую очередь разработкой методик грамотного, правильного анализа информации объективного контроля. Это бортовые регистраторы, это видеорегистраторы, которые находятся на борту самолёта, которые независимо от лётчика объективно записывают информацию. Мы её анализируем. Более того, оценивается не только авиационный комплекс и его работоспособность, но и оценивается и действие лётного состава. Свыше 45 тысяч офицеров ВВС прошли переподготовку в Липецком центре за годы его существования. Здесь обучались 14 лётчиков-космонавтов СССР. Среди них космонавт номер 2 Герман Титов и первый человек, вышедший в открытый космос Алексей Леонов. Официально он осваивал здесь вертолёт Ми-8. И только немногие знали, для чего ему требовались такие навыки. В 64-м году состоялось решение Совета Министров по этому решению. В 67-м году весной мы должны были облететь Луну, а в 68-м году счесть на Луну. Оказалось, что управление лунным спускаемым аппаратом очень похоже на управление вертолётом. Но осуществить полёт на Луну так и не удалось. Первый, второй экипаж. Мы уже проводили электрические испытания на станции, на космодроме. И были готовы облететь Луну раньше, чем Фрэнк Борман на полгода в соответствии с решением. При проявлении определённой и конструкторской, и политической воли. В это время был главным конструктором Мишин Василий Павлович. Сергей Павлович умер к тому времени. И вот здесь была проявлена нерешительность. После высадки на Луну американских астронавтов, советская лунная программа была свёрнута. В Липецке проходили службу 31 герой Советского Союза и Российской Федерации. И сегодня Центр готов выполнить любые задачи, которые поставит перед ним командование. Где президент России Владимир Владимирович Путин заявил о постоянном присутствии авиации в экватории Северного Ледового океана. В том числе и липские лётчики, как наиболее подготовленные в этом отношении, выполняли полёты с двумя-тремя дозаправками в экватории океана, Баренцево море, вдоль берегов Норвегии. При выполнении сопровождения стратегических бомбардировщиков. Но не только техника определяет боеспособность армии. Сегодня всё большее число военнослужащих, исповедующих разные религии, исполняют свой ратный долг, следуя старому воинскому девизу – «За веру и Отечество». Первые шаги сделаны и в Липецком центре. Они приходили в храм, в основном это приходили офицеры, мы их благословляли и в горячей точке, и какие-то были другие. У них испытательные вот эти, самолёты, техника новая поступала. И мы их благословляли. А потом завязалась у нас дружба, вот понимаете, и начали общаться. 3 августа 2007 года на лётном поле Липецкого центра боевого применения приземлился первый новейший российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Мы сегодня уже выполнили переучение трёх лётчиков на самолёте Су-34. Сейчас приступаем к опытной эксплуатации этого самолёта. Для того, чтобы мы тоже сделали свои и замечания, и предложения по дальнейшему совершенствованию и улучшению инфраструктуры, вообще самой подготовки самолёта на земле, подготовки его к боевому применению. Вы имеете уникальную возможность увидеть один из первых полётов самолёта Су-34 на Липецком аэродроме. В апреле 2008 года Липецкому ордену Ленина Краснознамённому центру боевого применения и переучиваний лётного состава ВС имени Валерия Чкалова исполняется 55 лет. Ну что, пожелать им голубого неба, мягкой посадки, чтобы семьи их были обеспечены жильём, достатком, здоровьем, чтобы их дома всех дождали, чтобы была радость, смех, любовь. Ну и благодать Божия. Храни, Господи, всех. Всех, не только наших, но и все вооружённые силы наши. Они стоят на защите наших рубежей, нашего православия, нашего мирного труда. И да будет так. Храни, Господи. Отгремит праздничный оркестр, завершатся торжества, и на Липецком аэродроме вновь начнётся нелёгкая лётная работа. В школе боевых самолётов наступит очередной учебный год. Учить воевать самолёты, пилотов учить побеждать. Эти слова стали девизом лётчиков Липецкого центра боевого применения. За годы своего существования этот центр научил воевать свыше 40 типов фронтовых самолётов. Большинство из них, отслужив свой срок, заняли почётное место в Монинском музее. Есть такая профессия – родину защищать. Даже в самые трудные 90-е годы липецкие лётчики не опустили руки и не забыли об этом. Они верили, что пережив всё, центр снова будет востребован, так же, как и в былые времена. Что авиация никогда не перестанет быть гордостью России и всегда сможет выполнить свою главную задачу – держать небо в руках. Ибо другого не дано. Редактор субтитров А.Семкин